Итак, доброе утро всем, кто остался на правильной волне Славик Фэмили. Мы сейчас готовы приветствовать нашу замечательную ведущую, любимой всеми программы. Вот, пожалуйста, представьтесь, еще раз назовите название нашей программы, потому что она сложная, длинная, но интересная. Доброе утро. Сегодня, как всегда, по вторникам в 9 утра передача «Красота или удовольствие? Дилемма или гармония?» Так, ну это как скороговорка, мне нужно будет заучить. На самом деле, я уже полюбила очень эту программу, еще слушала ее до того, как пришла работать в наш медиахолдинг. Какая же тема сегодня будет? А сегодняшняя тема нашей передачи — это эмоциональное или бессознательное питание. Сегодня мы поговорим на тему того, когда нам хочется что-то сладенького, или нам хочется каких-то чипсиков, или просто идешь и съедаешь все подряд. И мы сегодня попытаемся посмотреть, почему же это происходит, голод ли это, или есть какие-то другие причины, почему мы едим и нам хочется какой-то еды. И также мы рассмотрим, а что же с этим делать? На самом деле тема, мне кажется, более чем актуальная, потому что это на самом деле про меня. Я думаю, что очень много людей, кого затрагивает эта тема. И наверняка, и очень часто, знаете, даже люди не задумываются о том, что это происходит с ними. Очень часто бывает, что люди, если они осознают, что есть какая-то проблема, они не знают, почему это, но они пытаются скрыть ее и как бы не показывать родным и близким, что вот с чем-то они не могут справиться. То есть как бы вот в жизни очень много разных задач, разных сфер, в которых мы делаем какие-то вещи, то есть справляемся с делами, и как бы все получается, мы можем управлять всем, что угодно, но вот где-то вот одна вот область, в которой почему-то мы никак не можем контролировать. То есть мы можем контролировать все, что угодно, но когда доходим до питания, и вдруг мы понимаем, что что же такое, что это со мной, то есть вроде бы у меня сила воли есть, и а почему же, почему же я могу справляться всем, кроме вот этого вот, вот что-то, я все равно всегда не могу контролировать какие-то пищевые привычки или какие-то такие особенности, неконтролируемые, необъясняемые, почему это происходит. Мы сегодня спросим у наших радиослушателей, есть ли у них собственные рецепты, как же бороться с этой зависимостью, что ли, либо проблемой эмоционального питания, когда хочется все съесть, слопать, либо хочется сладкого, либо соленого, срочно, иногда хочется просто чего-то неполезного. Друзья, есть ли у вас какой-то собственный рецепт или в вашей семье? Как вы боретесь с этим? Может быть, как вы общаетесь с своими детьми, когда им хочется эмоционально что-нибудь слопать? Звоните нам в прямой эфир по номеру 971-319-1130, либо пишите текстовые сообщения. Мы будем рады вместе с вами дискутировать и общаться на эту на самом деле злободневную тему, которая отражается на нашей фигуре, на нашем настроении, соответственно. Да, дорогие слушатели, мы ждём ваших звонков, и очень интересно услышать от вас. А есть ли такая проблема? Сталкивались ли с этим? Замечали ли вы что-то подобное? Сегодня я хочу поговорить о причинах так называемого эмоционального или бессознательного питания. Очень часто одной из причин является стресс. Стресс — это может быть, когда мы каждый день бегаем, у нас много дел, мы не успеваем и не замечаем, что происходит в жизни. Стресс, он также может вызывать какие-то негативные эмоции. Мы можем быть недовольны, сложимся положением дел. Но самое основное — это неумение прислушаться к нашему организму. К собственному организму? К собственному организму. Не услышать, что происходит, как наш организм, что он чувствует, какие эмоции вызываются. То есть осознанное есть осознанное питание, и есть безосознанное, когда оно вызвано просто какими-то эмоциями, какими-то всплесками происходящих событий, какой-то спешкой. И мы как бы делаем, как роботы, какие-то вещи, не обращая на это внимания. Когда происходит стресс, я вот замечала, что что-то произошло, либо ты хорошо поработал, либо хорошо даже потренировался. Вот какой-то всплеск, стресс, эмоции на подъёме, либо наоборот в упадке. И ты пытаешься это заесть. Приходишь домой, и что у нас есть вкусненькое сразу в холодильник. То есть наш организм пытается что-то компенсировать. Видимо, да. А вот что же он пытается компенсировать? Здесь мы должны каждый понимать, начать обращать внимание и понимать, что же пытается компенсировать организм. Ведь если мы заботимся о своём организме, то, конечно, сложно представить, что вы будете набивать желудок под завязку, просто так, не думая об этом. Точно так же, как вам в голову не придёт употреблять вредную пищу, если вы знаете, что она вредная. И если вы привыкли пережёвывать каждый кусочек, вы будете это делать. И иногда, когда что-то попадает нам, если мы обращаем внимание на ду, и вдруг мы чувствуем вкус какой-то не тот, что-то не нравится, то есть мы сразу же можем обратить внимание. Может, это некачественная еда, либо какие-то химикаты добавлены. То есть наш организм настолько уже может это чувствовать, но когда мы не обращаем внимания, то как бы мы сконцентрированы на чём-то другом, и еда это просто, она проходит, и как бы мы её закидываем и не обращаем внимания. И, естественно, получается, что мы начинаем пропускать те моменты, когда наш организм говорит, а хватит, уже есть. И мы можем переедать. На самом деле так есть. А если мы переедаем количество еды, оно тоже вызывает определённую... Для переваривания еды нужна энергия. И чтобы всё эффективно переварилось, нужна энергия, нужно всё необходимое в организме. А если организм уже уставший и на чём-то другом фокусируется, он просто не может сфокусироваться на еде. Правильно ли я поняла, очень важно осознанно подходить к питанию. То есть понимать и думать о том, что ты кушаешь и зачем. Послужит ли это во благо, либо всё-таки может навредить. Конечно, конечно. И вот, например, вспомним в детстве. То есть когда дети маленькие рождаются, вот они едят. Иногда у них нет расписания. Они когда родились, когда они голодные, они начинают плакать, когда они ещё не могут вербально высказаться, что они хотят. То есть мы даём им пищу, они насыщаются, и они останавливаются. Мы их не останавливаем, они в какой-то момент сами останавливаются. То есть процесс организма сам по себе срабатывает. Когда достаточно, когда голодный. И вот если возраст, когда мы вырастаем, и родители в первую очередь начинают нам прививать какие-то привычки, нас кормить или не кормить, то есть давать разную еду. И со временем мы начинаем терять. Терять какие-то вещи, то есть они как бы переходят в определённые. Иногда это выработанные привычки просто, а иногда это потому, что уже что-то появляется в жизни, на что-то другое что-то происходит, и мы начинаем не обращать внимания. Переориентируемся как бы. Да. Потому что интуиция нам всегда подсказывает, когда дать лучше отдых своему телу. И когда у нас есть чувство голода, когда нужно побольше съесть, когда нужно поменьше съесть. Но с годами мы начинаем ориентироваться и на социальные нормы, и всё меньше как бы… Влияет на нас ещё и реклама. Да, обращаем внимание на внутреннее состояние. Что же происходит внутри? И когда наш ум сосредоточивается на внешнем мире, но не на нашем внутреннем состоянии, мы начинаем есть по часам, доедать всё до последнего кусочка, независимо даже от размера порции. Полагаться иногда на советы специалистов, которые говорят, ешьте это, не ешьте это, ешьте столько, не столько. То есть мы забываем, мы не смотрим, что у нас на тарелке, и больше уделяем внимание также в современной жизни. Мы можем есть, сидеть, и тут же у нас телефон быть под рукой, где мы как бы читаем что-то, или смотрим, просматриваем либо компьютер, либо какие-то ещё, ноутбук или что-то другое. То есть мы как бы едим и совмещаем это. И когда мы совмещаем какие-то привычки, естественно, мы не концентрируемся полностью, мы не слушаем наше тело. Да, на самом деле привычное питание, привычки не всегда ты правильный, вот с ними бороться гораздо сложнее. Иногда ты привык кушать перед сном и чувствуешь себя неуютно, если ты не положил что-нибудь в рот, и вот с этим ощущением полного сытого желудка не лёг спать. А потом вот как выработать правильную привычку? Одну на другую наслоите, чтобы правильная победила. Чтобы правильно победила, вот есть очень хорошие книги здесь американского автора Джанин Роуз. И она много лет посвятила теме эмоционального или неосознанного питания. Она проводит воркшопы разные по стране, и у неё написано множество книг. И кому эта тема интересна, вы можете посмотреть её книги, почитать. А также Джанин Роуз даёт рекомендации, что нужно делать для того, когда вы уже не знаете, что на самом деле говорит вам организм, и то ли я слушаю или не, то ли слышу. И у Джанин Роуз есть такие книги, называется «Breaking free from emotional eating», одна из книг, другая «When food is love», «Когда мы едой заменяем любовь». Да, на самом деле, вообще, вот почему это происходит? Я так понимаю, что когда мы кушаем, у нас вырабатываются какие-то гормоны. Счастье, наверное, и удовольствие. И мы получаем от этого удовольствие. И можно очень легко попасть в зависимость, как в любом случае, от любого действия, которое приносит нам радость и удовольствие. Можно также подсесть на спорт, потому что эндорфины вырабатываются. Абсолютно верно. Насколько я вот слышала ещё и знаю, что советуют для выработки новой правильной привычки практиковать что-либо ровно 21 день. Мол, с этого дня, на 22-й вам станет это просто, это будет уже частью вашего характера что-то делать. То ли заниматься спортом, делать зарядочку, то ли правильно питаться, либо не ужинать очень поздно перед сном. Вот это правило 21 дня, оно работает всё-таки в питании? Я думаю, что да, работает. Потому что нужен какой-то период, когда мы начинаем обращать внимание. То есть что-то происходит, и мы на это обращаем внимание. То есть это первый шаг для того, чтобы обратить внимание. Потому что иногда мы просто не понимаем, что это происходит. Мы не замечаем, да, на самом деле. И для того, чтобы что-то изменить, нам нужно это увидеть. Да, в первую очередь это так. И когда самый первый шаг, когда вы вдруг увидели, и вы, а-а-а, вот, вот оно, ага, вот сейчас мне этого захотелось. А почему же? Например, эмоциональное питание. То есть это то, что мы делаем с едой, кроме того, как насыщаем себя, то есть жажду голода, да. То есть что мы делаем? Много людей есть, которые смотрят телевизор во время еды. Да, а как же, я думаю, это ещё провоцирует кинотеатры, в которых продаётся поп-хорн и сладости. Это привычка. Это как раз мы и говорим о влиянии не только маркетинга, но также и общества. Да-да-да. То есть социальные привычки, социальные привычки. Кто ест за рулём? Есть такие. В современном мире как бы люди все спешат. С утра налили кофе, что-то бросили, и уже едут на работу, и пьют, и едят в машине. В каждой машине есть даже подстаканники. То есть тебя уже сама машина подталкивает к тому, что у тебя всё классно здесь, ты можешь замечательно позавтракать. Но надо же пробовать все вот эти вот ёмкости, все эти места, куда можно стакан поставить. Поэтому да, на нас это очень влияет, и привычки такие есть. Кто, например, ест во время разговора по телефону? Опять же, нам нужно успеть многое, и то, и другое. Одновременно что-то хочется? Одновременно, да, у меня нет времени, я вот сейчас кушаю, и мне тут нужно позвонить дорогому моему человеку. Или родителям, да. То есть как бы, но в этот момент, вы понимаете, мы как бы опять же не можем концентрироваться на две вещи. То есть мы делаем одно и другое. Это будут некачественные. Ни жевать качественно мы не сможем, ни разговаривать по делу, потому что всё-таки кровь будет притекать к нашему желудку, от нашего мозга, и разговор будет не такой плодотворный, каким бы мог быть. Да, да. И, естественно, усваивание пищи страдает тоже от этого. И поэтому по каким причинам мы едим? Вот эмоциональное питание – это очень распространённая проблема. Такой факт есть. 75% лишнего веса приходит из-за эмоционального или бессмысленного питания. Сто процентов. На самом деле, мне моя мама любимая говорит, ой, вот всё, нужно худеть, да, нужно худеть. И вот откуда берутся эти килограммы? Я говорю, мам, ну они берутся через рот. Больше вариантов у них нет. Значит, мы съели что-то лишнее. И эту энергию не выработали. И вот она у нас теперь на бочках и осталась. Я помню, как-то однажды я была на вечеринке, там много молодых женщин. И вот приходит одна женщина, и все подружки вдруг смотрят на неё. Ой, ой, как же ты прекрасно выглядишь. Посмотри, как ты похудела. Что же ты делала? И все прямо на неё бросаются с этим вопросом. Она посмотрела на всех и ответила. Я просто закрыла рот. Да, 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 да. Я просто закрыла рот. На самом деле, да, вот ещё есть известная достаточно певица, мы часто ставим в эфире её песни, особенно вот «Доброе утро» Вера Брежнева. И она говорит, желаю всем женщинам новогодние праздники, просто закрыть рот. И у всех сразу такая реакция, как, что, вы закрываете нам рот? Ну, всё абсолютно так, как вы и сказали. А она говорит, просто вы будете меньше есть, будете ещё прекраснее, хорошо выглядеть, хорошо себя чувствовать. Потому что, ну, на самом деле, друзья, как мы себя погано чувствуем, плохо чувствуем, когда мы наедимся на ночь. Нас начинает мучить совесть. Мы, значит, понимаем, что это лишнее, а как потом мы не можем выспаться всю ночь. Итак, у нас есть звоночек в прямом эфире. Мы сейчас включим и пообщаемся. Итак. Алло. Добрый день, вы в прямом эфире. Доброе утро. У меня один вопрос. Как понимать выражение «путь к сердцу мужчины через желудок»? Отличный вопрос. Объяснительный. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Мы сейчас это обсудим. Обязательно этот вопрос обсудим. Всего доброго. Я думаю, что путь к сердцу мужчины через желудок, потому что любой человек, когда он сыт, он может, когда мы потратили время на сыт или на желудок, то тогда мы можем обратить внимание на другие вещи. То есть, когда мы голодные и у нас неудовлетворена наша как бы… Первичная потребность. Да. То есть, естественно, мы можем чувствовать искажённое как бы чувство получается. То есть, мы опять же… Что-то мешает в данный момент быть полностью… Счастливым. Счастливым. Счастливым и обратить внимание. А когда, естественно, мы накормили и мужчина, он чувствует себя, что он сыт и доволен, то это просто счастье. Счастье и для женщины, и для мужчины. И, конечно, мужчина будет по-другому, другими глазами смотреть на женщину. Да. И вот на самом деле я думаю, что касается и мужчин, и женщин вопрос относительно вот этих потребностей, о которых только что мы говорили. Та самая пресловутая пирамида потребностей Маслоу, когда на самом нижнем уровне находятся базовые потребности человека быть в безопасности, быть сытым. выспавшимся. То есть вот всё то, что нужно для того, чтобы организм нормально мог функционировать, зажимался. Но вот не знаю, как остальные люди, может быть, у меня не такая плотная сильная зависимость. Если я чем-то увлечена сильно, может быть, так, кстати, и мужчина. На самом деле интересно, ответьте нам, радиослушатели. Я могу и не кушать долгое-долгое время эмоционально. Да, вот про это я как раз и хотела поговорить. О том, что наша на самом деле еда, которую мы едим, это является, это не основная еда. То, что нас питает, в первую очередь, это другие вещи. И если мы у нас эти как раз первичные как бы вещи, мы их называем, сейчас, подождите минутку, я найду, мы их называем как бы главные вещи в нашей жизни. И они не относятся к идее. И вот если они у нас не заполнены, тогда у нас возникает пустота, которую мы с помощью еды пытаемся компенсировать. Например, вспомните, когда в детстве вы были детьми, и наверняка вы играли на улице и с друзьями, и вот мама кричит, иди уже кушать, Оленька, приходи, пора домой. А ты говоришь, нет, да я не голодный, я не голодный. Лишь бы поиграть. И на самом деле, да, и на самом деле, когда ребёнок действительно проголодается, он прибежит сам. Вы помните ещё, не знаю, говорили так у вас в вашем детстве, но в моём, я помню, что мне бабушка говорила всегда, я вот прихожу, сажусь за стол, уже всё наигрались, уже темно на улице, и она мне говорит, ну вот, что будешь кушать, вот это я не хочу, вот это я не буду, хлеб я не ем, вот это с луком я не буду, значит, ты не голодная. На самом деле, когда начинаешь перебирать, ой, я хочу что-нибудь вкусненькое, вот с кремом, либо вот солёненьким. Это уже первый знак, нужно обратить внимание, что скорее всего, это уже эмоции пошли, пошли эмоции. Это эмоциональное питание. Да, а вот что же такое всё-таки первичные вещи, что относится к первичным вещам? К первичным вещам относятся отношения и взаимоотношения с собой и другими людьми. То есть это потребность, которую стоит восполнить, чтобы не заедать её потом. Да, да, это одна из потребностей. Другая, на самом деле, мы часто какие-то ссоры, вот когда произошёл какой-то конфликт или стресс, мы пытаемся заесть его, вот, чтобы как-то компенсировать стресс. Очень часто, да, есть люди одинокие. И если у вас нет взаимоотношений, нет друзей, не с кем поговорить, то это тоже получается незаполненная часть. Ну что, потом телевизор, попкорн, либо уже смущенка ложкой. Да, которую мы начинаем искать, чем-то заполнить. А духовная практика, есть ли у вас практика, которая действительно питает вас? Потому что духовная практика — это необходимость для нашего организма. И духовная практика может быть для разных людей, быть по-разному. Для кого-то это просто природа, для кого-то это церковь. Молитва, для кого-то это медитация. Да, как бы разные, есть разные способы, и духовная практика может быть разная для каждого человека, как он это понимает. Но она, это необходимая часть, которую, если у нас не присутствует в жизни, нам иногда, может быть, люди не понимают, что это такое, но, тем не менее, она должна быть заполнена. То есть мы должны заполнить и этот пробел, чтобы не заедать его. Да, и этот пробел тоже. А потом давайте подумаем, а много ли людей занимаются действительно той работой, которую они любят? Вот немногие. Немногие решаются, даже когда они понимают, что они на верном пути, бросить всё. Если образование полученное в этой сфере и прочее, они понимают, не моё, я мучаюсь каждый раз. Не всем хватает. Если, опять же, человек приходит на работу, и он её как бы делает, просто для того, чтобы сделать, естественно, у него этот пробел будет. То есть ему чем-то нужно это компенсировать. Да, это абсолютно так. И это нужно тоже решать, заниматься любимым делом, потому что будет тоже желание заедать стресс, полученный от нелюбимой работы. А ещё, знаете, говорят, займитесь любимым делом, и вам вообще не придётся работать, потому что вы получаете удовольствие от того, что делаете. Потому что если работа нравится, то есть человек как бы встаёт, он не думает, ой, сегодня я не хочу идти это делать. Он просто встаёт и идёт, потому что он очень… Горит этим делом. Хочется, и он не может дождаться, когда продолжить. И некоторые увлечённые личности, если обратить внимание, они и дома, и на работе, но они всё время в голове у них вот эта вот работа, чем они живут. То есть она как бы заполняет больше, чем даже рабочий день. Часто я замечала это за бизнесменами. Они постоянно о своём деле говорят, горят, и это на самом деле классно. Вот если даже оглянуться, насколько правильно выбрать всё-таки тот путь, которому лежит душа. Вот проживёшь, например, мне мама говорила, тоже мой родитель любимый, давай ты вот после школы пойдёшь на бухгалтера учиться. А мне вот была в 11 классе, и я в тот момент поняла, что мама меня совсем не знает. Я и цифра, это дело совсем не близкое. И вот я представляю себе, пошла бы я учиться на бухгалтера. И это бы жизнь я прожила там для родителей, может быть. Но она бы не была моей. Она не была бы вот счастливой настолько. Не живите чужой жизнью. Вот той, может быть, где-то навязанной, где-то так получилось, да, получили образование. Займитесь любимым делом, чтобы жить своей жизнью, оглянуться потом на неё и сказать, да, я занималась тем, что мне нравилось. Я занимался тем, что любил. Да, это очень замечательно. И поможет нашему здоровью, кстати. Да, да, это как раз вот одна из причин нашего эмоционального питания. Поэтому другая часть, это опять, занимаетесь ли вы спортом, делаете упражнения, йогу, танцуете. То есть любые виды активности. Движения. Движения, да. Которые приносят. И не просто там заниматься определённым видом спорта, потому что вот удобно и рядом с домом. А то, что всё-таки вам приносит удовольствие. Может быть, вам и нужно в какой-то момент себя пересилить и привести туда, но когда закончилось занятие, если вы чувствуете прекрасное настроение у вас и вы чувствуете прилив энергии, значит, продолжаете этим заниматься. Да, на самом деле. А сколько эндорфинов вырабатывается во время спорта? Вот те же самые эмоции, удовольствие и радость, которые иногда получаем мы от еды, можно получить от спорта. Да, и вот все эти вещи, они являются как бы первичными нашими наполнителями. Это как бы тоже считается еда. Это еда, это которая еда, как бы другая еда. Эмоциональная. Эмоциональная еда. Наши увлечения. Есть ли у вас увлечения? Мечтали ли вы в детстве чем-то заняться? И подумайте, то есть вспомните. У нас должны быть увлечения, у нас должны быть хобби. То есть если вам нравится вязать или вышивать, или живопись, выращивать цветы, овощи, то есть любые-любые вещи. Если вам нравится петь караоке, вы должны себе просто записывать в расписание, в свой день где-то найти для этого времени, потому что это даст вам энергию, это даст вам настроение, это наполнит вас, и вам не придется лезть в холодильник за мороженым или за пироженым. Да-да-да. На самом деле вот эти все части нас, как личности, такие как хобби, увлечения, это очень важно культивировать, потому что они нас формируют как индивидуума, как человека, который отличается от всех остальных. Не только работа, дом, холодильник, а как человека вот с какими-то особенностями, с творческими наклонностями, вот с каким-то потенциалом своим, с талантами. Это на самом деле здорово развиваться. Вот. И в общем, наше эмоциональное питание, то есть мы очень часто используем еду, чтобы заполнить ту пустоту, которая не заполнена другими вещами, о которых мы вот только что говорили. И поэтому, например, вы должны понять и обратить внимание в тот момент, когда вы хотите что-то съесть, и наверняка вы не голодные. То есть вы должны понять, что же вы хотите сейчас, потому что вы задаете себе вопрос, а действительно ли я сейчас голодная или я что-то хочу, мне нужен комфорт, мне нужно какой-то. И, может быть, вы получите ответ, а в данный момент я хочу внимания или поцелуй, или ласки. Как бы, если вы это поймёте, это отлично. Значит, вы увидите, что вам не хватает чего-то. То есть обратить внимание, что бы вам хотелось. То есть понять свои истинные потребности, что мне сейчас на самом деле нужно. И именно в данный момент, потому что, может, в какой-то момент вы просто поймёте, что вам нужно полежать 15 минут на диване, просто закрыв глаза полежать на диване. Мне кажется, это хороший рецепт. Когда пришёл с работы и знаешь, что нужно ещё накормить, может быть, своих домочадцев, может быть, не стоит сломя голову бежать к холодильнику, а как советуют диетологи, выпить водички тёпленькой и отдохнуть после рабочего дня в горизонтальном положении, чтобы весь стресс отпустить. На самом деле я знаю, что мужчины очень любят это дело. Пришёл с работы, 15 минут не трогать его, он восстанавливается, он приплыл в тихую гавань, он оставляет все проблемы. Перестройка требуется как бы время. Как вы думаете, а женщинам это стоит применять? Может быть, мы правда меньше съедим, а то мы нападаем на холодильник с разбегу. Абсолютно, потому что женщины, они более… Эмоционально. Эмоционально, и они более как бы приспособлены, они могут делать мультитаскинг, так называемый, то есть несколько вещей одновременно, что мужчинам удаётся сложнее, как бы у женщин это более натурально, то есть делать одно и другое. И в этот момент мы просто как бы overusing это используем больше, чем мы должны. То есть потому что нам это даётся, и мы начинаем это использовать. Не только два дела делать, три, четыре, семь дела одновременно. Да, и в результате, когда мы находимся в этом состоянии, мы уже не можем остановиться. То есть как бы… И потом, когда два дела, как-то мало. То есть ничего хорошего. Мы просто уже не видим, что мы создаём стресс для своего организма. Да, к сожалению, это так. И вот, может быть, к тому, о чём говорила наша радиослушательница, я вот сейчас вспомнила, что мне говорили перед тем, как я выйду замуж, говорили вот такой вот совет. Причём молодованка, одна женщина, которую очень уважала, у них крепкая семья была, трое деток, счастливые очень. И она мне говорила, ну не только мне, а ещё там молодым девчонкам. Смотрите, вот такой, говорит, мой совет, мой рецепт счастья. Вот муж пришёл с работы, есть такие две основные вещи, которые, ну, женщина делает в доме, насколько я понимаю. Она следит за чистотой, и она готовит пищу. Говорит, главное, второе, главное, чтобы когда пришёл муж, пусть у вас там кавардак будет, хотя, говорит, до этого вы, если, ну, хозяйка хорошая, вы не допустите. Но пусть у вас не всё будет убрано, но всегда будет пища, чтобы накормить мужчину, который приходит с работы. Вот, на самом деле так, в какой-то мере всё равно пути к сердцу мужчины лежит через желудок именно к сердцу, потому что когда его потребности основные удовлетворены, тогда уже речь о сердце зайдёт. Убывается, да, да. Давайте вот посмотрим, что же происходит, например, если вот вам хочется съесть мороженого, да, в какой-то момент вы думаете, о, хочу мороженого. И сладенького. Да, хочу сладенького. Но вы не спрашиваете себя, не задаётесь вопросом, а почему это я хочу? Действительно я хочу мороженого или что-то другого мне не хватает? И вот вы не спросили себя и думаете, что мороженое, оно вам, вот то, что вам нужно. Вот вы идёте к холодильнику, открываете, достаёте мороженое, съедаете. Ой, вкусно, так хорошо. И вот вы его съели. И вроде как бы вы получили в этот момент, вы получили удовлетворение. Но прошло несколько минут, и вы понимаете, что вы опять чувствуете себя так же, как и до мороженого. И как бы там же, где и были. Потому что ваша потребность была другая. На самом деле. Ну а вот да, например, со сладеньким я уже замечала. Ты слопала его, у тебя настроение поднялось, вот глюкозка побежала по крови, все органы, все мышцы задвигались, чего-то захотелось делать. Буквально полчаса, максимум 40 минут, и всё. Опять силы куда-то делись, всё переварилось, и хочется ещё раз чем-то подзаправиться. И вот этот бесконечный круг. На самом деле, что же нужно кушать, чтобы вот так вот не случалось? Чем можно заменить это мороженое? Чем-то посерьёзнее? Ну, в данный момент, опять же, если мы действительно голодные, то, конечно, нужно есть еду, чтобы в еде было, как бы, обязательно состояло из протеинов и углеводов. Но углеводы не просто, как бы, потому что углеводы могут быть разные, не мучные, а, скорее всего, лучше всего, это овощи, которые с достаточной клетчаткой, много питательных веществ. Витамины. Если вы... То есть белки, жиры, углеводы, не что-либо одно. Да, потому что жиры тоже важны для нашего организма. Мы не говорим о избытке жиров, и есть, как бы, разные жиры. Нам нужны жиры те, которые необходимы организму, и это целая тема, может быть, для передачи. Мы сегодня не будем эту тему... Ну, как-нибудь рассмотрим. Затрагивать, да. Да, конечно. Потому что сегодня наша тема другая. И, собственно, вам в первую очередь нужно обратить внимание и задать себе вопрос. Получаю ли я всю пищу в моей жизни? Пищу реальную и духовную. А если нет, использую ли я еду, чтобы заполнить пустоту? Я боюсь, что большинство ответит «да». Я заполняю какую-то пустоту в своей жизни едой. Так вот, я вот предлагаю сделать такое вот, вот такое очень интересное занятие. Взять листочек бумаги и на нём написать такое меню питания для себя. И это меню состоит не из бананов и апельсинов. А я уже беру, я уже беру, но буду делать это. А в это меню вы записываете то, что вам нравится в жизни делать, то, что вам приносит удовольствие. Вы берёте и составляете список. И вы вешаете его на холодильник, и когда вам что-то в голову приходит, о, оказывается, мне вот это ещё нравится. То есть вы добавляете в этот список, пополняете. И в тот момент, когда вам хочется кушать, вы просто подумаете и посмотрите на этот список. И выберите одно что-то из этого списка. И сделайте. И посмотрите, как вы себя чувствуете после того, когда вы заполнили это. И, может быть, вам уже и не нужно из еды то, что вы хотели, что-то сладенького или вина, или ещё чего-то. Как бы у разных людей есть разные вещи, которыми мы как бы заменяем и расслабляем себя. Я думаю, что это очень хорошие рецепты, очень хорошие такие вот моменты. Вот сейчас я уже, например, у себя нашла такую прореху, так сказать, белое пятно в своём питании. Не только как живого организма, но и как личности, как человека. Я вот смотрю относительно общения с друзьями. Мы так экономим время порой, и нам некогда общаться с друзьями, родственниками. А может быть, правда, стоит позвонить им чаще, и вот эмоциональную разрядку получить вместе с ними, узнать, как их дела, чем вот заедать всё это дело, потребность своего общения. То, что социальное существо, особенно женщинам, нужно общаться. Женщины очень социальные, да, конечно, и, несомненно, нужно общаться, нужно общаться, находить для этого времени, собираться, видеться и, да, заполнять, заполнять своё время, заполнять те вещи, которые, как бы, наши потребности, которые у нас есть. Вот сегодня я бы хотела вам дать рекомендации. Эти рекомендации как раз из книги Джиннин Рос, про которую я уже говорила, автора, которая именно, я бы сказала, она эксперт в своей области. И она говорит, если, то есть, как бы, есть, вы заметили, что у вас есть эмоциональное питание, что делать? То есть, в первую очередь, не есть, когда вы не голодный. На самом деле. То есть, на самом деле, не голодный. Мне кажется, голодный, ну, на самом деле, как мне говорили в детстве, голодный, если ты готов ко всему, или ты перебираешься. Когда ты действительно уже чувствуешь, что я вот-вот-вот не могу, вот уже мне нужно, как бы, у меня сил нет, иссякает и всё. Потому что у нас очень часто бывает голодное сознание, поэтому нужно обратить внимание. Потому что мы из голодной страны, из голодных стран приехали. А действительно ли мы голодные? Или какая-то... Наголовишься на мысли, думаешь, вот если я сейчас не съем, ну, он же не убежит от меня никуда. А вот, кажется, сейчас придут вот эти вот мои братья и всё-то из многодетных семейников, если люди... И вот они надо срочно съесть. А то... На самом деле, нет уже такого. Мы взрослые, мы можем себе позволить. Так вот, Джиннин Рост дает, как бы, семь рекомендаций. Семь. Вот первая это была, то есть вы должны есть только, когда вы действительно голодный, и не есть, если вы не голодны. Второе, ешьте сидя, сидя. Не в машине. Это не относится к машине. То есть есть по-человечески. Спокойной обстановки, и чтобы у вас не было перед лицом телефона или компьютера, лаптопа, айпеда, в общем, всех этих вещей. То есть вы едите, вы смотрите на еду, вы чувствуете запах еды, вы жуёте её, вы чувствуете текстуру, вы как бы... Вы всем организмом её усваиваете. То есть вы обращаете внимание, вы здесь, не где-то в другом месте. То есть вы кушаете в спокойной обстановке, без стресса. Да, на самом деле, очень-очень хороший совет. Вот третье, как бы, это, опять же, ешьте без отвлекающих факторов. О чём, собственно, я уже перечислила. То, что ни книги, ни радио, телевизор вас не отвлекают. Громкая музыка, то есть может быть лёгкая какая-то музыка. То есть без отвлекающих факторов. А общение за столом с семьёй? Это хорошо? Я думаю, что, как бы, общение... Да, то есть мы можем, опять же, наслаждаться едой, если оно не переходит в какие-то аргументы или там ещё что-то. Да, то есть если спокойная, как бы, обстановка, и мы делимся просто какими-то вещами, которые нам... Произошли за день. Да, да, произошли за день или что-то. То есть сейчас в данный момент в нашей голове то, что нам хочется сказать, то да, я не думаю, что это является как бы... А то можно так закрыться, каждый по углу сел, чтобы никто никого не отвлекал и по углам расселись. Ну, наверняка, если вы совершенно, как бы, может быть, уже настолько не обращаете внимания, настолько бессознательно идите, где-то у вас привычка, то, конечно, это хорошая идея, что создать атмосферу, где даже никого, как бы, просто чтобы вы один и даже не разговариваете. Но это, опять же, для того, чтобы увидеть и, как бы, сконцентрироваться на еде, чтобы увидеть, как мы это не делаем или как мы на это не обращаем внимания. Следующая рекомендация – это ешьте только то, что ваше тело хочет, потому что есть большая разница, чего наш ум хочет. Для нашего тела, чтобы она функционировала, нужны определённые, как бы, пищи. Это, опять же, всё задержащие... Пища – это пища для нашего тела, а пища для ума – это совсем другие вещи, которые не стоит путать. Например, я вам приведу пример. У меня есть одна знакомая, и вот она мне говорит, слушай, вот что же мне делать? Говорю, прям мне вот хочется солёненького или мне хочется чего-то такого, что хрустит, в общем, чего-то вот такого. Вредненького чего-то хочется, я так называю. И очень часто, когда хочется сладенького, то есть, а я её спрашиваю, а как много ты ешь протеинов? Добавь себе в еду протеины. И вдруг она на меня так смотрит и говорит, ты знаешь, говорит, я никогда не обращала внимания, но вот сейчас я вспомнила. А вот когда я... Было пару раз в моей жизни, я это никак не связала одно с другим. Но было пару раз в моей жизни, когда я хотела тортика. Подходила к холодильнику, открывала, но нету там тортика. А вот мне хочется. Единственное, что я там находила, это кусок курицы. И она говорит, ну так как ничего другого не было, она съедала... Курицы, почему не... Она съедала кусок курицы. И она говорит... И самое удивительное, что после того, когда съедала кусок курицы, мне уже не нужно было... Я уже не хотела тортика. Она говорит, ну я на это не обратила внимания. Да, на самом деле организм хочет что-то питательного, чтобы питать наш организм, строить. А эмоции хотят своего удовольствия только получить. Поэтому есть определённые вещи, которые мы, опять же, не обращаем внимания. И если мы обратим внимание и дадим организму этого, может оно само собой уже и не будет этой проблемы, или не будет этого желания, то что как бы неосознанно. Вот я ещё замечала, что на различных ЗОЖ-порталах в интернете существуют такие таблицы. Они рассказывают о том, что вот если вам хочется сладенького, прям сладенького, значит, вам не хватает именно таких микроэлементов или элементов. Если вам хочется солёненького, значит, вот этого не хватает. Абсолютно. Если солёненького, минералов не хватает. То есть это 100%. То есть нужна витаминчики. Естественно, есть такие как бы подсказки. То есть опять же на наше тело, если мы будем смотреть, и наверняка, то есть очень часто, когда у нас стресс, то нашему организму нехватка магнезия возникает, нам требуется и магний, магнезий, как бы разные минералы. Естественно, если у нас в данный момент возникает в организме недостаток, то мы как-то это начинаем чувствовать. Ясно. Какие же ещё советы даёт этот замечательный автор? Она даёт совет. Ешьте, пока вы не будете удовлетворены. Это отличается от полного желудка. Это не значит, что вам нужно наедаться так, что вы уже как бы чувствуете, что у вас полный желудок. Вы должны, но вы должны кушать, когда вы как бы почувствуете, что вот уже как бы не останавливать себя до того, как бы вот я съела свою порцию, и мне больше всё это как бы моё. То есть опять же нужно почувствовать, что вы сытые, что вы удовлетворены. Но не доводить, когда вы уже, вы знаете, когда у вас полный желудок, что вы уже переели. Я думаю, что 100% каждый человек этот момент осознаёт. Очень часто бывает, что этот момент мы в данном, как бы мы его сейчас не чувствуем, продолжаем есть, но через 10-20 минут мы почувствуем, что мы переели. Поэтому, конечно, важно иногда останавливаться и так немножко. А я ещё знаю правила настоящих леди. Вот слышала о нём, и вот сама замечала, что это на самом деле очень классно. Мы пришли в какой-то ресторан, кафе, даже дома. Девочка, она как птичка, она же должна не очень много кушать. Тем более вот я вот сама даже помню, когда я только встречалась с моим будущим мужем, я вот как птичка, вот я так стеснялась, вот это вот и не так много кушала. И я вот поняла, что есть правила настоящей леди. То есть тарелка не должна оставаться пустой. Нам не обязательно быть в обществе чистых тарелок, как нас в детстве учили, и доедать до конца. Это наш менталитет, нас учили, так что обязательно нужно допивать, доедать. На самом деле это не так. И на самом деле будет полезнее для нас наши фигуры, нашего самочувствия, если мы оставим немного. А ещё мы будем выглядеть со стороны, как настоящая леди, которая немножечко осталась. Да, да, конечно. Мы можем позволить себе такую роскошь, так скажем. Да, да, да. А ещё очень интересная рекомендация, которую она даёт. Мне это было вообще как-то так свежо, что ли. А ну-ка. Ешьте с намерением. Если даже никого вокруг нет, то вы ешьте так, как будто бы на вас смотрят. Как будто плюди вокруг. Серьёзно? Значит, есть такой момент, потому что я тоже смотрю на порталы про похудение, на которых я пасусь периодически, когда я хочу сбросить лишние килограммы. И там пишут, а вот поставьте перед собой зеркало, и вот если вы даже один кушаете, и вот как будто на вас смотрят. Посмотрите, как, во-первых, вы едите, во-вторых, вы не будете так спешить. Как будто на вас кто-то смотрит. Да, значит, это работает. Работает. Сто процентов, потому что очень часто мы делаем на публику или делаем как бы на показываемых. Потому что быть настоящей леди. Да, а на самом деле, то есть, как бы за кулисами мы делаем другое. И, естественно, мы, получается, обманываем сами себя. Никого другого. Да, на самом деле, как хорошо быть самим собой. И хорошо, когда мы включаем как бы осознание, что вот сейчас я в обстановке, люди смотрят. И тогда, может быть, мы не будем, и когда уже люди кругом, может, мы не будем так кокетничать и показывать. Мы как бы будем более реальными, более сами собой. Да, да, это здорово. Но это нам позволит не переключаться, а как бы быть в нормальном состоянии всё время. Да, потому что это лишний стресс, и на самом деле немножечко лицемерно. Я согласна, потому что это создаёт стресс. Потому что, представляете, нам нужна энергия на то, чтобы обращать неманюки. Вот сейчас мне вот за этим надо следить. Меня никто не смотрит, я могу съесть это пирожное. Потом вдруг, ну ведь на самом деле мы съедаем, а как мы себя чувствуем? Мы расстраиваемся, мы себя потом ввеним. Зачем это сделать? Да, приходит чувство, которое как бы и в желудке наверняка, оно не очень хорошо чувствуется после этого съеденного. В чём красота? В том, что мы можем учиться на наших как бы поступках, и мы можем изменять наши следующие поступки. То есть как бы вспоминать, ага, вот это съела, хотелось, но всё, теперь мне этого больше не надо. Я поняла. Вот. И как бы седьмое, седьмую рекомендацию она даёт. Ешьте с наслаждением, с удовольствием. То есть как бы, вот знаете, как некоторые люди есть, вот они едят, у них вот они причмакивают звуки всякие. Настолько они наслаждаются едой. То есть вот это наслаждение должно присутствовать. Мы не должны его скрывать. Есть, конечно, разные как бы обстоятельства и приличия, да. Но при этом вы должны наслаждаться едой. То есть тогда она, конечно, на вас будет другой эффект производить. Спасибо огромное за вот эти замечательные советы, потому что большинство, практически большая часть населения, большая половина нас всё-таки страдает от эмоционального питания. Когда мы нападаем на холодильник, опустошаем его совершенно бездумно. Но всё-таки мы существа разумные, одарённые, и нам стоит об этом думать, потому что это нас формирует как Личность. Да, да. Формирует наш характер, наши привычки. Как говорят, что из поступков формируются привычки, нет, вернее, даже из мысли формируются поступки. Из поступков привычка, а из привычек уже характер. Поэтому давайте формировать себя вот с этих самых вещей. Мы говорили сегодня не только о питании нашего тела, но и эмоциональном питании наших эмоций, нашего организма в целом. И эти замечательные советы. Мы очень благодарны вам за эту программу. Благодарим всех радиослушателей, кто был с нами, те, кто звонили нам. Хорошего всем дня. И не забывайте, что в следующий вторник в 9 часов вы также сможете услышать программу о красоте и здоровье. Итак, благодарю вас ещё раз. До встречи. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин